Впервые книга шотландской писательницы Евгению Фрезер «Дом над Диной» увидела свет в Великобритании в 1984 году и с тех пор только там переиздавалось шесть раз, а еще в Голландии, США, Финляндии и Швеции. В России фрагменты из книги были впервые опубликованы в 1991 году. В книге Евгения Фрезер пишет о своем детстве, прошедшем в Архангельске и пришедшемся на тяжелый период революции и гражданской войны. Все это передается через впечатление, восприятие, ощущение ребенка в семилетнем возрасте, приехавшего в Архангельск и в пятнадцатилетнем, навсегда покинувшего и этот город, и эту страну. Евгения Фрезер сохранила удивительно нежное чувство любви к России и Архангельску, проявляющейся в описаниях, в эмоциях и в формах подачи фактов своей географии. Предлагаю вашему вниманию отрывок из книги о том, как семья Фрезер встречала Рождество еще в мирном, ничем не омраченном, 1912 году. С приближением Рождества в доме началось оживление. Каждый день бабушка отправлялась в город и возвращалась, нагруженная ствердками. Зеркала и мебель были протерты так, что сверкали. Опустили люстры и, почистив каждую сверкающую детальку, вернули в прежнее положение. На кухне тоже вовсю шла работа. Особое тесто, которое целый месяц напитывалось ароматами пряностей, уже было готово. Его раскатали, нарезали звездочками, полумесяцами и сердечками и пекли в духовке. Однажды вечером бабушка поставила на стол большой мешок орехов. Появились блюдечка с подслащенным молоком, зажженные свечи, сургуч и зеленые шерстные нитки. Каждому из нас дали покрошечные книжечки с золотыми страницами, скрепленными папиросной бумагой. Отдельный листочек, прикрепленный к папиросной бумаге, надо положить на ладонь. Затем окунуть орех в сладкое молоко и немедленно завернуть золотую бумажку. Кончики нарезанных шерстинок приложить к плоскому местечку на орехи и прикрепить капелькой разогретого сургуча. Готовые орехи клали на поднос. Теперь их можно было повесить. За ними шли яблоки особого сорта, выращенные специально для Рождества. Эти маленькие яблочки, алые и белые, формой почти как груши, часто описываются в волшебных сказках. Черенок у них длинный и к нему легко привязать такие же зеленые петельки. Я не имела ни малейшего представления, зачем прикрепляются эти петельки, а спросить почему-то не пришло в голову. Приближавшееся Рождество было первым, которое я запомнила. Правда, есть еще смутное воспоминание о Рождестве в Шотландии, когда утром я обнаружила чулок, наполненный маленькими подарками. Но елок в годы моего младенчества в Шотландии не устраивали. По утрам в дом приходили розовощуки-крестьянки с корзинами и предлагали домашние козули, раскладывая их на белом полотне вкусные и ароматные пряники в форме человечков и северных животных. Тут были немцы, белые медведи, олени, все раскрашены белым и розовым сахаром. Двери, ведущие в танцевальный зал, почему-то закрыли на замок. Юра, Сережа и Марга бегали туда и обратно, но на мои вопросы отвечали как-то невнятно или вовсе игнорировали их. Это было очень странно. Рождественский обед был похож на тот, что запомнился мне в Шотландии. Только вместо жареной индейки здесь подавали гусей, фаршированных яблоками, и куропаток, приготовленных в сметане. На десерт, как знак особого внимания к своей полушотландской внучке, бабушка подала сливовый пудинг. В нем были спрятаны маленькие бездевушки, удивляющие всех. К концу обеда Юра и Сережа, извинившись, исчезли в танцевальном зале. После чего бабушка предложила выйти из-за стола, и мы двинулись к закрытым дверям. Перед дверями все остановились. Во всем было какое-то напряженное ожидание. Вдруг зазвенел колокольчик, и все погрузилось во тьму. Через секунду двери танцевальной комнаты распахнулись. И там, в полумраке большого пространства, сияя множеством огней, стояла потрясающая красавица-елка, верхушка которой достигала потолка. Я никогда не видела рождественских елок. Внезапно возникшее поразительное зрелище ошеломило меня. Все сверкало и переливалось. Прелестная фея, стоящая на сыпочках, снежная королева, едущая на санках валению пряжки в свой ледяной замок. Позади нее крошечный мальчик. Красная шапочка с корзинкой отправилась навести бабушку. Крошечная русалочка легко покачивается на кончике едки. Принцесса в роскошном платье и бриллиантовой короне. Злая ведьма стоит рядом с избушкой, которая медленно поворачивается на курьих ножках. Гномы и ангелы с крылышками. Звенящие стеклянные сосульки и сверкающие хлопья снега. А поверх всего этого близка, героев сказок, золотых орехов, яблок и конфет, сияли свечи. Каждый острый язычок пламени был окружен золотым мариомом. Цепь за цепью они вбивали елку, сливаясь в один сверкающий каскад потрясающего великолепия. Помню, я подумала про себя. Это должно быть рай, о котором рассказывала бабушка. Место, куда уходят иногда маленькие дети. Где они всегда счастливы, их никто не проник. Где все кругом блестит, и золотые яблоки висят на деревьях. В своей жизни я много раз была счастлива, но ничто и никогда не смогло превзойти то единственное мгновение чистого восторга, когда я стояла, разглядывая это чудо, мою первую рождественскую йогу. Спасибо за внимание.